Бурную дискуссию в социальных сетях вызвал сюжет, который мы показывали на прошлой неделе. В нем пожилая пациентка Дзинтра рассказала, как после оказания ей помощи восточной больнице ее посреди ночи выписали домой. Она была вынуждена идти 4 километра по морозу пешком. Мы решили выяснить, какие возможности есть у пациентов, которых выписывают ночью из рижских больниц. И действительно ли они должны покинуть помещение стационара. Это пациентка больницы Страдыни решила идти домой пешком. Во время выписки вопрос, как вы доберетесь домой, один из обязательных. Тем более, если пациент пожилой. Но случается, что выписка проходит среди ночи. Это зона выписки. Если пациента решено выписать, он попадает сюда и может дождаться родных. Ночью он может в случае необходимости ждать лежа. Если он может сидеть, ему предлагают сидячее место. Зачастую пожилые пациенты не сообщают родным, что находятся в больнице. А делать это надо. От того, насколько успешно пройдет общение персонала с пациентом, зависит многое. В каждом лечебном учреждении есть также социальный работник и специалисты по обслуживанию клиентов. К ним пациенты могут обращаться со своими проблемами. Если пациенту необходимы деньги, чтобы ночью добраться до дома, он может рассчитаться за лечение позже, а деньги использует на дорогу. Есть больницы, которые предлагают отвезти домой на своем транспорте. Это тоже платная услуга, но и за нее можно рассчитаться позже. Если выясняется, что нет причины, чтобы оставить пациента в больнице, медики всегда спрашивают, может ли он сам добраться домой, или может кто-то может за ним приехать. Если пациент отвечает, что такой возможности нет, тогда мы предлагаем вызвать такси. Если пациент говорит, что у него нет денег для такси, тогда есть возможность вызвать дежурный транспорт больницей. Такой дежурный транспорт есть и в больнице Страды, и в Восточной. Но он платный. В случае с пациенткой, которая пожаловалась на то, что ей не дали возможность дождаться утра в больнице, поездка домой обошлась бы в 4 евро, которые можно было заплатить позже. Впрочем, в стационарах нас заверили, ночью никого на улицу не выгоняют. Если пациент уходит в среди ночи, это его выбор. В каждом стационаре в Восточной больнице пациент может просто посидеть и подождать, пока, например, будет курсировать общественный транспорт. Случается ночью, уписывают и маленьких пациентов. Если по каким-то причинам родители не могут отвезти ребенка домой сразу, к примеру, они живут в отдаленном регионе, есть возможность дождаться утра в помещениях дневного стационара или в родительском доме. Плату за дневной стационар мы не взимаем, а в родительском доме придется заплатить за ночь до 4 евро. Но для малоимущих и малообеспеченных и эта услуга бесплатна. В прошлом году услугами дневного стационара детской больницы для того, чтобы дождаться утра, воспользовались 11 человек. Еще 27 коротали ночью в родительском доме. Яна Рубинчик, Ингус Граудич, Латвийское телевидение.